Приветствую вас! Смотрите, с точки зрения психологии, корень вашей проблемы лежит в том, что вы не можете бросить своего мужчину. У вас не получается его бросить, как вы говорите. И вы пишите, что вы его любите. Дело в том, что любовь предполагает принятие, безусловное принятие партнера. Я не думаю, что молодой человек изменился вот именно за время того, пока он с вами встречался. То есть, если вы человека любите, вы принимаете его таким, как он есть, безусловно, и не пытаетесь его поменять. Вы же, судя по всему, пытаетесь его поменять. Причем пытаетесь его поменять именно в том, что является частью его самого. То есть, в том, что вам прямого вреда не несет. Вы говорите, что вы любите его, но бросить его не можете. У меня не получается, пишите вы. Если вас не получается, значит, вы от него зависимы. Если вы от него зависимы, значит, есть ваши некоторые желания, которые вы прочно связываете с молодым человеком. И которые, по вашему мнению, без молодого человека реализовать не получится. Именно из-за этого вы разрушены. Потому что вы и принять человека не можете в силу того, что он оказался слишком, ну, слишком другим, да, у вас страшные взгляды на жизнь и прочее. И бросить его не можете, потому что с ним связаны какие-то ваши желания. Вот. То есть, с точки зрения психологии, нужно не гадать о том, что у вас произошло, да. Чувства, ну, чувства, например, прошли или может быть что-нибудь еще. Это не столь важно. Гораздо важнее понять, почему у вас не получается его бросить и что вы складываете в, ну, вот, в свое определение любви, скажем так. Вот. Это такая история, такой аспект. Дальше. Вы пишите о том, что постоянно ссорите. Я думаю, что именно здесь, в этом контексте, в контексте данной проблемы, которая идет, безусловно, ну, скажем так, вслед за первой проблемой. То есть, первая проблема порождает вот, 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 данную проблему. Вот. Здесь необходимо определить вашу ответственность за ссоры. То есть, какой вклад вы, именно вы, вносите в ссоры? Почему? Из-за чего конкретно вы с молодым человеком своим ссоритесь? То есть, вы, надеюсь, понимаете, что если бы вы не принимали бы участие в ссоре, если бы вы не принимали участие в ссоре, то никакой бы ссоры не было бы. Очень важно понять. Ну, этот момент очень, очень важно понять и определить. Дальше. Вы пишите, что молодой человек вас раздражает. Раздражение связано с чем? С тем, что все не так, как вы хотите. Смотрите. И здесь тоже есть свои нюансы. С одной стороны, все не так, как вы хотите, может быть потому, что молодой человек своим поведением вас, например, задевает. То есть, его образ жизни, его отношение к ситуации, ну, к каким-то еще моментам, просто-наобразу вас задевает. Такое, вполне себе, может быть. В этом случае нужно смотреть, что конкретно вас задевает. Что конкретно вас напрягает. Это первое. Второе. Раздражение может быть связано с тем, что молодой человек не соответствует вашим представлениям о том, как должен вести себя мужчина, точнее, как не должен вести себя мужчина с вами. Это ваши установки, они являются в некотором смысле произвольными, их можно корректировать, но, так или иначе, с ними необходимо считаться. Наконец, раздражение может быть вызвано тем, о чем я говорил в самом начале своего ответа, а именно с неудовлетворенностью ваших желаний. То есть, если вы, я на молодом человеке, концентрируетесь слишком много своих потребностей, то, когда эти потребности не удовлетворяются, что, безусловно, оказывает негативное влияние на вас, вы чувствуете раздражение о последствии и злость, которая произникает из разочарования, от того, что все получается не так, как вы хотите. Исходя из этого, можно сделать вывод, что молодого человека, скорее всего, в начале вашего взаимодействия, вы идеализировали. Вот. Я, конечно, не берусь утверждать этого наверняка, но мне видится история именно такой. Вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. И, соответственно, с теми моментами, которые я озвучил, нужно работать. Нужно отыскать природу вашего раздражения, отыскать причину вашего раздражения и помочь вам взять на себя ответственность за то, что вы хотите. Потому что основной ваш конфликт заключается в том, что я его люблю, но бросить его не могу, не получается. Это взаимоисключающие практически утверждения, потому что если вы его любите, то проблем с тем, чтобы его бросить нет, если вы видите, что человек с вами несчастлив. А он несчастлив, если вы пытаетесь его поменять. С другой стороны, если у вас не получается его бросить, если вы чувствуете к нему привязанность, зависимость от него, если вас к нему тянет, то ни о какой любви и речи не идет. По крайней мере, на данный момент. То есть это взаимоисключающие друг друга понятия. И именно с ними, с этими понятиями вам нужно работать. Ну вот, с разрешением данного противоречивого. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok